Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сергей Перевозчиков, Обнинск Лариса Олейник, Брест, Белоруссия Обладатель бриллиантовой совы Владимир Леведев, город Пинск, Белоруссия 13-й сектор Начинаем игру Добрый вечер в интеллектуальном клубе «Что, где, когда» В единственном месте, где каждый телезритель может заработать деньги своим собственным умом Сегодня финал зимних игр «Что, где, когда» 2003 года Знатоки, на мой взгляд, достойно выступили в этой серии В первой отборочной игре команда Марина Уфаева победила телезрителей с отсчетом 6-5 Добрый вечер, Марина Не жалеете, что решающий раунд не взяли? Вы знаете, наверное, все-таки нет Так как я болею за команду Олеси Мухина Как вам надо там играть? Нет, спасибо В второй отборочной игре команда Олеси Мухина одержала победу с отсчетом 6-2 Этого счета оказалось достаточно, чтобы выйти в финал Господа, на мой взгляд, самой захватывающей оказалась третья отборочная игра Напомню, что при счете 5-4 в пользу команды Андрея Бычуткина Был взят решающий раунд Но Борис Ковалев Добрый вечер, Борис К сожалению, не сумел ответить на сложный вопрос и вывести команду МТС в финал Господин Ковалев А вы не жалеете, что вы взяли решающий раунд? Может быть, надо было доиграть всем составом и выиграть игру, попытаться? Не жалею Господа, но на прошлой игре произошло еще одно событие Во время прямого эфира вышла и встроя система голосования, если вы помните Поэтому, пока не началась игра, я предлагаю телезрителям высказать свое отношение к игре команды МТС С помощью этого голосования мы сможем и узнать позицию телезрителей, и проверить систему голосования до игры Итак, уважаемые телезрители, если вам понравилась игра команды МТС И вы хотели бы увидеть этих игроков в следующем году? Звоните 995-8108 Если же вы против, звоните 995-8109 Покажите нам еще раз команду МТС Вот она Ася, как вы думаете, как проголосуют телезрители? Посмотрим Ну вы бы как хотели? Ну, конечно, хотела бы еще поиграть Господин Сусов, добрый вечер Добрый вечер Скажите, а вот неделю спустя, как вы относитесь к игре вашей команды? Как они сыграли, как вы считаете? Я все так же восхищен их игрой, и я уверен, что телезрители обязательно проголосуют за этих замечательных ребят Ну что ж, давайте посмотрим, как прошло голосование Давайте посмотрим 4300 Считаю, что этой команде МТС еще раз нужно дать возможность сыграть 1100 человек против Господин Сусов, я вас поздравляю Спасибо, господин ведущий Почти 80% Я думаю, что многие политические партии позавидуют в таком рейтинге Господа, сегодня пятница, 19 декабря, московское время 22 часа 51 минута И мы начинаем прямую трансляцию финальной игры зимней серии «Что, где, когда» Против телезрителей сегодня играют Экономист Инна Друсь, Санкт-Петербург Лингвист Елена Кисленкова, Санкт-Петербург Менеджер Михаил Ливандовский, Москва Программист Петр Сухачев, Москва Студент из Москвы Илья Новиков И капитан команды, предприниматель Олесь Букин, Минск Финал зимних игр «Что, где, когда» Телезрители против статаков. Игра до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Господин Мухин, здравствуйте. Здравствуйте, господин ведущий. Декабль уж наступил, и вы опять в финале. Олесь, почему вы выходите в финал именно зимних игр? Уже третий год подряд. Ваша команда в финале зимних игр. Дело в том, что все мы с детства смотрим, что где-то когда. Меня, например, наиболее всегда впечатляли зимние финалы. Поэтому, наверное, и стремимся больше. А летом, весной и осенью вам просто не очень хочется, да? Ну, получается. Волгоград, я не очень понял. Давайте посмотрим стрелку повнимательнее. Краснодар. Против вас играет Инна Шаховцова, город Краснодар. Инна уже в новогоднем наряде. Уважаемые телезрители, напоминаю, что именно вы определяете, сколько заработает тот или иной телезритель. Сегодня в финал играют лучшие телезрители. Система у нас работает. Мы это проверили. Хорошо работает. Не забывайте поощрять интеллектуальный труд телезрителей по телефону 995-8108. Господин Мухин, внимание на экран. Тишина. Внимание, вопрос. Что объединяет этих политических деятелей и представителей фауны? Ребята, это танки, танки. Тигр, Пантера, Клим Ворошилов, КВ, КВ, Брюзев, Сталин, Черчилль, там есть, Мышонок тоже. Был такой танк? Мышонок, да. Мышонок, был такой. Был такой, был. Так, а еще один, Сталин, Черчилль, Ворошилов. И вот Сталин, это самоконная установка. Есть, есть, есть. Проходит, ну вот что-нибудь танков. Что объединяет? КВ, Клим Ворошилов, Черчилль, Британские танки. Ребята, а Четвертая... КВ, 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 КВ. Вы же, я делаю... Маур, был немецкий, а в ручку... А если к вам парни, то есть, по-балдым, по-садиакам... Вот так вот. А там у тебя, а у вас не работает? Нет, может, конечно, какая-то дация зашифрованная типа встречи, но не похожа. Соответствие одного другому. То есть, например, Сталин, это Скорпион, условно говоря. Нет. Сталин, соответствие, словите и животных. Отвечаем. Ну, молодцы. Мы готовы. Хорошо. На этот вопрос... На этот вопрос ответит Михаил Ливандовский. Одну секундочку. Господин Мухин, у меня к вам вопрос. Пока показывали картинки вам, в зале громко перечисляли фамилии. Это были члены вашей команды или зал хором говорил, кого показывают? Вы знаете, я тут, как этот, скакал вверх-вниз, честно говоря, я даже не обратил внимания. Но Сталин, как бы, когда прокомментируют, что это Сталин, ну, как вы думаете, Сталина мы бы узнали бы, наверное. На вопрос узнали бы вы Ворошилова. Итак, прошу, господин Ливандовский, уважаемая публика, я предупреждаю, если я еще раз услышу звуки во время вопроса, тем более пленочного, просто очко телезрителю и продолжаем играть дальше. Прошу, господин Ливандовский. Мы считаем, что общего между всеми теми изображениями, которые мы видели, состоит в том, что это зашифрованные названия танков. А именно? Именно. Иосиф Сталин, самоходная установка из семейства. Клим Ворошилов, тяжелый танк КВ семейства. Черчилль есть такой британский танк. Тигр и Пантера, немецкие танки. Вот Петя знает немецкий танк в одном экземпляре «Маус». Илья знает... Вот два. Два, вот Илья знает третий. Они знают танк «Скорпион». В общем, все мы такие танки знаем, и мы считаем, что это... Это все танки. Да, просто собрались. Что это такое? А теперь, внимание, правильный ответ. Кромвель. Это, господин Ливандовский. Тоже танк. Просто вы не перечислили Кромвель. 1-0 в пользу снатохов. Господа, в финале зимних игр, впрочем, как и всегда, первый вице-президент МТС Михаил Сусов защищает интересы знатоков, а первый вице-президент Бинбанка Григорий Гусельников защищает интересы телезрителей. Внимание, уважаемая публика! Сегодня определится судьба главного приза зимней серии игр «Что, где, когда». Если сегодня победят знатоки, то лучший игрок команды Олеся Мухина получит большую хрустальную сову и сертификат на сумму 300 тысяч рублей от компании «Мобильные телесистемы». Если же сегодня победят телезрители, то автор лучшего вопроса получит большую хрустальную сову и золотую пластиковую карту «Виза» на сумму 300 тысяч рублей от Бинбанка. Второй раунд! Уважаемые телезрители, в следующую пятницу, 26 декабря, состоится финал года. Если сегодня победят знатоки, то лучший игрок зимней серии получит большую хрустальную сову, как я только что сказал, и еще право набрать команду знатоков на финал года. господин Ливандовский. Да, господин ведущий. Не пора ли вам хрустальную сову получать? Вы знаете... Под танк. Ну, под танк хрустальную сову класть не надо, она хрупкая. Но я считаю, что в этой команде играет 6... Сейчас вас никто не спрашивает конкретные кандидатуры. Вам не пора? Любой знаток мечтает стать... Пора! Я и сказал, пора. Омск. Играет фельдшер скорой помощи Ольга Теревцова. Город Омск. Внимание! Бродячий цирюльник. Господа, в 19 веке в Москве можно было встретить цирюльников, которые ходили по улицам, базарам и дворам в поисках клиентов. В руке у такого цирюльника всегда был ящик с инструментом и парфюмерией. Внимание, вопрос! А что, господин Новиков, у него висело на шее? Чем он мог привлекать? Звуком? Реклам? Смотрите, а что, если звенец создается что-то металлическое? Погодите, а во что точить бритву? Правильно. Боже на что? Ремень. Ремень. Обычно, ребят, что на шее... Ребят, вот со стрижом, когда им кровь отворяем, может к этому иметь? Они ведь еще и кровь отворяли. Бритву. Это, скорее, инструмент. Вот правый инструмент, табличка на шее. Это что-то стоит метод ношения профессии. Ребят, а бритвурант? Ты мог у него висеть? Стрижка, три копейки, бритьёк. Скорее было рассчитываться неграмотной. Скорее было рассчитываться неграмотной. Вот, то есть, изображение. Или же... Он не мог свистеть, это звуком? Висело на шее. Что? Ну, за цирюльнику, стул складной, что ли? Полотенце. Полотенце. А, складной стул, это здорово. Какое? Зеркало, инка. Зеркало лучше. Зеркало можно вспомогать. Ребят, у него... Полотенце тоже можно вспомогать. Он не мог свое брить. Ладно, посадите человека на что-то. Давайте, хорошая версия. Олесь, мне это нравится. Хорошая версия. Хорошо. Может, это про образ людей-счетов все-таки, что у него там какая-то бритва в руке там... Нарисовано, в смысле, нарисовано что-то. Прошу, тишина. Тишина, Ина. Полная тишина. Прошу, Олесь. Кто отвечает? Ина Друзь ответит на этот вопрос. Прошу, Ина. А, мы думаем, что на шее у него висел неким образом складной стул, на который мог посадить клиента при стрижке. Да, господин Друзь. Роковая ошибка, да? Ну, еще... Вот так, мотали головой. То есть, можно еще отыграться. А теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Друзь. Да? Я же сказал вам, что это был не простой цирюльник, а бродячий цирюльник. Ну, именно, для этого я и оттолкивалась. Не перебивайте меня. Такой бродячий цирюльник, госпожа Друзь, носил на шее складной стул, чтобы клиенту было удобно стричься, а мастеру удобно работать. Господин Друзь, господин Друзь, все не так страшно, не волнуйтесь. 2-0. Пользуйся таков. Нина, поздравляю вас. Господин Друзь, я заболею за вас. А? Или еще можете отыграться. А, чтобы я отыграл. Генеральный спонсор зимней серии «Штопли», когда крупнейший оператор соцовой связи в Центральной и Восточной Европе компания «Мобильные телесистемы». По традиции МТС наградит лучшего знатока сегодняшней игры. Приз финала. Полный толковый словарь всех общеупотребительных иностранных слов, вошедших в русский язык с указанием их корней. Настольная справочная книга всех и каждого при чтении книг, журналов и газет. Определять лучшего игрока по версии МТС будет Михаил Сутов. Господин ведущий, вы не против, если сегодня лучшего игрока помогут определить абоненты МТС? Господин Сутов, а вы как считаете, ваши абоненты хорошо разбираются в игре? Они, например, понимают, что госпожа Дру сейчас выдала суперответ на сложный вопрос. Догадалась, что это не знание. То есть это должно быть оценено. Может быть, кто-то ее еще обойдет. Но пока ваши абоненты понимают, что она главный кандидат. Я уверен, что они это понимают, а не только это. Я прошу абонентов МТС на номер 777 присылать фамилию того знатока, которого вы считаете лучше. Команды Олеся Мухина. Команды Олеся Мухина. Благодарю вас, господин Сутов. Третий раунд. Госпожа Друзь, Инна, скажите, если вы сегодня станете обладателем хрустальной совы, вы свою сову дома поставите рядом с папинами совами или где-то отдельно? Не знаю. Инна, скажите, а выигрышем поделитесь с командой или все заберете себе? Господин ведущий, давайте мы не будем сейчас загадывать. Мы еще не выиграли. Хорошо, Инна, хорошо. А со своим выигрышем с папой поделитесь? Госпожа Друзь. Мы еще не выиграли игру. Мне просто интересно, в доле магистра или нет. Господин ведущий, магистр всегда в доле. Итак, давайте посмотрим на волчок. Зольская. Против вас играет учитель средней школы Корене Авагимова, станица Зольская, Краснодарский край. Господин Мухин, я знаю, что вы с особым трепетом относитесь к вопросам, снятым нашим корреспондентом, Дарьей Вашкевич. Я их очень люблю, господин. Скажите, что именно вам нравится в нашем корреспонденте? Ее непосредственность перевоплощения в роли как домашней хозяйки, так и японной матери. Господин Мухин, вас ожидает Дарья. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Все вы наверняка знаете, что в старину щеки назывались ланиты. Шея – выя, а плечи – рамена. А теперь, внимание, вопрос. Если длани побывали у женщины, имеющей внуков, то чем они там занимались? Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Бабушки, ели... А ладушки? Нет. Что вы ели? Кашку? Что пили? Вражь? Давайте скажем точно. А ладушки, ладушки, где были у бабушки? Ладушки, 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 ладушки... Дина, у меня есть письменный источник, у меня маленький ребенок, в конце концов. Вот так, давай, Базарок, прекратите базар. Так, еще раз. Ладушки, ладушки, где были у бабушки, что ели кашку, что пили брашку. Вот по одному июне. Так, а второе, что про... Кашка масленька, бабушка добренька. У меня нет маленького сны, я не знаю. Нет, по варианту, разный перевод. По этому, что оно, да? Ну, давайте думать еще. Так, Петь, еще раз, можно нам проговорить весь текст? Ладушки, ладушки, где были у бабушки, что ели кашку, что пили брашку. Кашка масленька, Бабушка добренькая, ну и дальше. У меня полетели, полетели, на головку сели. Это тоже самое. Тогда уже в ротик попали. Летали, летали, в ротик попали. Всё, обойдёмся кашкой брашкой. Плавали, плавали. Дай Петя отвечу, я не запомню. Что делали? Господин ведущий. Да, господин Мухин. Мы готовы уже. Петя так это рассказывал, что я не мог его прервать. Сэкономить вам время в эфире. Ответит Петя Сухачёв, конечно. Ладушки, ладушки. Где были у бабушки? Что ели кашку, что пили брашку. А что такое длани? Ладушки. Руки. Ладони, да. Ладушки, ладони. Длани — это ладони. Ладушки, ладушки. Где были у бабушки? Что ели кашку, что пили брашку. 3-0. Господин Новиков, господин Новиков, я правильно понял, что это была ваша идея по поводу ладушки? Идея была очень простая. И дело не в этом. Скажите, а вы просто длани быстро перевели, или вы сообразили, вот как зашифрован сам вопрос. Вы догадались, потому что длани — это ладони, или по самой фразе? И потому что ладони, и по фразе — простой очень вопрос, на самом деле. Хорошо. Больше простых не будет тогда. Давайте, с вами Новиков, я вам предложение. Давайте так. Если выпадает легкий, с моей точки зрения, вопрос, мы его откладываем и играем другой. Идет? Спросите у капитана. Ему решено. Господин Мухин идет? Что идет? Если выпадает, с моей точки зрения, легкий вопрос, то мы перекручиваем волчок, а этот вопрос не играет. Господин ведущий, волчок, он все решит. Но мы можем спросить у... Нет, не надо. Четвертый раунд. Господа, 13.mts.ru Это адрес в интернете, по которому вы, уважаемые телезрители, можете отправлять вопросы команде Олеся Мухина. Как только выпадет 13-й сектор, компьютер выберет один из ваших вопросов, и, быть может, вы сегодня уже сможете заработать своим собственным умом. Господин Гусильников. Есть шансы какие-то у телезрителей, как вам кажется? Шансы всегда есть. А потом, ну, чем более расслабленные играют на такие, тем больше шансов у телезрителей. Ну, и побольше счета видели на экране. Майкоп. Против вас играет Алла Глушкова, город Майкоп, Адыгея. Уважаемые телезрители, давайте сверим наши вкусы. Вот мне, например, вопрос Аллы Глушковой нравится. У вас есть возможность согласиться со мной по телефону 995-8108 или не согласиться по телефону 995-8109. А сейчас, внимание, тесто. Я прошу распорядителей в зале внимательно следить за подсказками. Перед вами, господа, тесто для приготовления лапши Собой. Соба – национальное японское блюдо, тесто для которого делают, смешивая гречневую муку с яйцом и водой. Внимание, вопрос. Почему при приготовлении теста для этой лапши у начинающих поваров уши вечно перепачканы мукой? Волосы поправляют как-нибудь. Так. Начинающих много. Вы лица у нас слежает. Соба – лапша такая. Так. Если они намазывают, нам лапшу на уши вешать не отсюда пошли? Нет, 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 погоди. Ее много. Ребята, а лапшу не вот так вот крутят? Ребята, а может быть чихают? Просто они за уши. Ребята, подожди. Ребята, подожди, чихают, а это поднимает… Почему именно уши? Смотри, подожди. Раскасу вот так и нарезают. Ребята, подожди, подожди, подожди. А может быть ее как-то в рейте и крутят? Вот так вот. А в уши-то почему? Они не могут сначала сделать это все руками без ушей. Используют уши, вспомогательные для выплесания лапшинута. Да у начинающих поваров. Она у них плоткая или круглая? Да она вытяждая. Какая у них лапша? Да, лапша плоткая. Длинная, длинная. Ну, длинная плоткая, значит, расскажем. Ребята, уши какая-то? Что они руками там делали? Ребята, а чем они ее раскатывали? Ребята, они подожди. Ребята, они подожди начинающие. Они даже не умеют. Они должны умеют. Может, магистром возьмем? Или нет? Рано, рано, рано. Давайте ответим, что вы высоко задержали. Так, тишина. Я скажу что-нибудь. Господин Мухин, кто отвечает? Давайте быстрее. На этот вопрос ответит Илья Новиков. Прошу, Илья. Так, попробуем. Значит, насколько мне известно, соба – это такая лапша национальная, японская. И чтобы приготовить лапшу, нужно раскатать тесто, нарезать его на узкие полоски и эти полоски вытягивать. Вот мы считаем, что начинающие повара очень высоко задирают руки при этом, и поэтому обсыпают себе уши мукой. Вот так. Ваш ответ понятен. Илья, ну вы понимаете, что если я так прорекламировал этот вопрос, то, наверное, здесь есть какое-то тонкое решение. Внимание, правильный ответ. Господин Новиков, опытные повара говорят, что секрет теста для собы в том, что оно должно быть гибким и мягким, как мочка уха. Поэтому начинающие японские повара постоянно сравнивают тесто с мочкой уха. Вот и ходят измазанные мукой. Господин Новиков, это не легкий вопрос. Это прекрасный вопрос. Красиво. Благодарю вас. 3-1. Аплодисменты. 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 И, на вашей игре отборочный. И, вот, в третьей попытке он, наконец, выпал. Да, господин Ханов? Господин ведущий, я хочу обратиться к абонентам МТС. Давайте сверим наши вкусы. вот мне, например, нравится, как играет Петр Сукачев. Согласиться со мной или прислать свою игру, если вы можете проголосовав за лучшего знатока этой команды по смс на номер 777. Господин Ханов, это плагиат. А никто не отрицает, господин Идущий. Голосование закончилось. 17 180 рублей. Бин-банк отправляет в Майкоп, в Адыгею, Али Глушковой. Поздравляем вас, Алла. Господин Гусельников, я на вас смотрю, вы не очень оживлены. Тогда пятый раунд. Господин Сукачев, скажите, а у кого, на ваш взгляд, самый низкий шанс получить сегодня Хрустальную Саву? Ну, пока, пока. Хрустальную Саву может получить любой, потому что, значит, впереди вся игра почти. Ну, вы просто решили не говорить со мной. Ваш ответ означает, типа, не разговаривайте со мной, пожалуйста. Нет, Саву, господин Идущий. Вот как раз. Против вас играет Сергей Карабицын, город Волгоград. Внимание, Эдгар Дега. Господа, перед вами портрет австрийской принцессы Полины Деметерних, кисти Дега, 1861 год. Внимание, вопрос. Какое изобретение способствовало тому, что на этом портрете принцесса оказалась без левой руки? На фотоаппарат? На фотографию похожа. На фотоаппарат, они сфотографировали ее. Ребята, это все понятно, давайте еще подумать. Зеркало изобретения. Что на им делать? Дело в том, что на фотографию похоже, но... Ребят, Полина Метерних, естественно, наверное, жила раньше. Миш, ты знаешь, что вы с Полиной Метерних? Да, у Раута Метернихова, когда была Полина, ну, кто его знает? Дега жил чуть позже. Ну, то есть, значит, жил он тогда, живого. Ну, какое изобретение способствовало, почему не видно левой руки? Хорошо, если это электрический свет, она ярко освещена с одной стороны и не видна с другой. Если он видит живую, им все равно что иметь. Смотри, да, где она сидит? А вот это что такое? Если она присутствует, а Ворох, когда придумал этот... Что изобрести может в 61-й год? Ворох, когда придумал... Аппарат Муавет, в 60-й годы, что придумали? Динамит, Боже. Почему-то не было руки вообще. Ребят, а не дамское седло, например? Она не может по воде держать. Опа, а ведь может, но дамское седло раньше изобретено. Ну что, фотография или электричество? Дамское седло изобретено, что фотография или электричество? Ребята, когда изобрели динамит? Не тогда случилось? Динамит. Аппарат Муавет, что ли? Так, тишина. Господин Мухин, предупредите, пожалуйста, свою команду, что когда звучит третья сирена, нужно просто замолкать, и только вы говорите, кто отвечает. Вы ее погромче сделайте, мы ее не слышим. Вам не слышно, да? Прошу. Так, ну я, наверное, отвечу. Вот Полина Демитерних вся из себя. Мы думаем, что изобретение фотографии было причиной того, что она изображена именно вот так. В каком смысле, господин Мухин? Я предполагаю, что, не утверждаю, но предполагаю, что Дега рисовал Полину Демитерних с фотографией, где она была сфотографирована приблизительно вот так же. Таким образом он рисовал, и получилось, что вот она как бы так однорукая, как вы выразились. Фотографии. А теперь внимание, правильный ответ. Ну да, геротип вот одно и то же. Принцесса не позировала Эдгару Дега. Художник написал ее портрет. Посмотрите на экран. По этой фотографии. Здесь Полина с мужем. Левой руки здесь не видно. Эдгар не стал ее изображать на картине. Так изобретение фотографии, можно сказать, решило принцессу левой руки. 4-1. Здравствуйте. Господин Лукер, скажите, а почему вы решили самостоятельно отвечать на этот вопрос? Вы боитесь, что телезрители про вас забудут и не будут голосовать за вас? Я боюсь, что вы, господин ведущий, способны своими каверзными вопросами завести в тупик отвечающего. А здесь их может быть класса. И только вас не могу. Нет, по крайней мере, я за себя уверен, как и в своей командисте. Ну что ж. Внимание. 26 декабря. Лучший игрок года получит вторую в истории клуба бриллиантовую сову. Главный приз года изготовлен из драгоценных и резких металлов. Крусталя и рубинов. 4,2 карата. Бриллиантовая сова от знаменитого ювелирного дома. Петр Привалов. Шестой раунд. Уважаемые телезрители, абоненты МТС, напоминаю, что у вас есть возможность выбрать лучшего знатока финала по версии МТС. По известному вам номеру 777 вы можете отправлять смс-сообщение с фамилией знатока команды Олеся Мухина. Тринадцатый сектор. Интернет против знатоков. В этом секторе будет играть один из тех вопросов, которые поступили к нам по интернету за время прямой трансляции. Сейчас компьютер выберет один вопрос. Против вас играет школьница из Киева Валерия Громцева. Внимание, вопрос. Для древних египтян страус благодаря своим перьям служил символом справедливости. Почему? У нас досрочный ответ. У нас досрочный ответ. Я кричал просто. Прошу. На этот вопрос ответит Илья Новиков. Прошу, Илья. Дело в том, что страусово перо – это одно из немногих птичьих перьев, которое абсолютно симметрично. А принцип справедливости заключается в том, что две стороны равны. Поэтому из-за своей симметрии продольной это перо было символом справедливости. Ну, похоже, но я точно ответа не знаю. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Только у страусиного пера опокалы, расположенные по одной стороне, имеют равную ширину. Да, господин Мукин, даже с вопросом 13-го сектора вам повезло. 5-1. Господа, счет 5-1 в пользу команды Олеся Мукина. Каждый раунд может стать последним. И поэтому, господин Цуков, я думаю, что пора назвать имя лучшего знатока финала по версии МТС. Сегодня все знатоки были совершенно замечательные, но по версии МТС, и я с этой версией совершенно согласен, лучший сегодня является тот человек, которому, наверное, помогает плюс ко всему еще и наследственность. Это Инна Друсь. Инна Друсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Инна, поздравляю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скажите, что какое-нибудь запеленание, чтобы игра повернулась в другую сторону. Можно не в клуб. Вы про себя? Да. Сказали? Да. Я давно сказал, пока не получаем. Госпожа Кислинкова, скажите, пожалуйста, если сегодня хрустальную сову получит Олесь Мухин, вы сможете возглавить эту команду? Если команда согласится, буду рада. Вы бы хотели возглавить ее? А можно я тоже скажу? Давайте выиграем сначала. Действительно плохая примета. Да давайте уже говорите, что выиграем, раз плохая примета. Кемерово. Скажу. Против вас играет Наталья Костылева, город Кемерово. Господа, слушайте внимательно. Можете не записывать, это не окра стих. Он тем хорош, что он совсем не то, что думает о нем толпа пустая. Стихов принципиально не читая, раз нет в них ананасов и авто. Фокстрот, кинематограф и лото. Вот, вот куда. Так, разрешите, я закончу стихотворение. Вот, вот куда людская мчится стая. А между тем душа его простая. Как день весны. Но это знает кто. Понимание, вопрос. Кому посвятил это стихотворение? Поэт Игорь Северянин. Господин Мухин, вы можете дать ответ? Нет. Вы ответа не знаете. А теперь я хотел... Красная карточка, уважаемые телезрители, это распорядитель зала, показал, что была подсказка. Кто подсказывал, господин Лысенко? Господин Борщевский? Нет. Господин Коноваленко, я прошу вас подкинуть зал. Господин ведущий, господин ведущий, прежде чем господин Коноваленко покинет зал, я могу сказать, что был живым свидетелем. Господин Коноваленко вместе с вами цитировал стихотворение. Если считать это подсказкой, то он подсказывал. Но ни слова даже северянин, ни тем более правильный ответ, вслух не были произнесены до сих пор. Господин Борщевский, если бы вы не сказали слово северянин, то можно было бы продолжить этот раунд. Но теперь получается, что... Его сказали вы. Извините, я спросил, кому посвятил, а вы сказали ответ северянин. Нет, я сказал, что... Это стихотворение, господин Мухер. Игорь Северянин посвятил самому себе. Как впрочем, и многие другие. Но вы проиграли благодаря господину Коноваленко и господину Борщевскому. 5-2. Господин Гусевников. Не завтра, пошепчите, пожалуйста, еще чего-нибудь. Но это мне надо не шептать, мне надо с вами отдельно поговорить. И тогда все будет нормально. Я предлагаю телезрительнице выплатить 10 тысяч рублей, она ни при чем. Она не виновата в происходящих событиях в зале, поэтому давайте... 10 тысяч телезрительницы. Наталья Постылева из Кемерово. Поздравляем Наталью. Уважаемые телезрители, хочу вам сообщить, что во время рекламы я поговорил с распорядителем нашего зала Андреем. И он мне сказал, что господин Коноваленко цитировал, смотрел на господина Левандовского. И господин Левандовский махал ему в ответ. И в связи с этим, в связи с этим, у меня вопрос к господину Борщевскому. Господин Борщевский, вы вводите в традиции подсказки в нашем клубе? По плану сейчас даже видно, что вы пытались меня обмануть. Да, значит, господин ведущий, прежде всего я хочу уточнить, что в отличие от магистров я не в доле. Это первое. Это к началу передачи. А во-вторых, цитировал, не отрицаю. Головой махал? Кто? Господин Борщевский, вы знаете, что по странице нашего клуба... Говорить, произносить публике... Причем я сегодня в первом раунде предупреждал. При задании вопроса ни жестов, ни разговоров господин Караваленко это нарушил. Он читал... Господин Борщевский, почитайте наши традиции. Почитайте, вы их немножко подзабыли. Восьмой раунд. Кстати, господин Борщевский, я вас не представил. Вы храните традиции нашего клуба и председатель правительства Российской Федерации в кондиционном суде. Господин Борщевский. Не председатель, а представитель. Представитель, простите. Представитель, не надо. Вопросы лежат. А играет Пинск. Против вас играет тот самый, единственный на сегодняшний день обладатель бриллиантовой совы, Владимир Лебедев, город Пинск, Беларусь. Через неделю, 26 декабря, Владимир Лебедев приедет в наш клуб, чтобы очно сразиться с вами в финале года. Но, естественно, с другим вопросом. Уважаемые телезрители, я вам напоминаю, какую сумму получит Владимир Лебедев, если выиграет в этом раунде, зависит только от вашего голосования. Телефоны перед вами. Господа, в 1911 году он получил Нобелевскую премию за многогранную литературную деятельность. Его творчество действительно было многогранным. Судите сами. Господин Аскеров. Счет становится 5-3. Я все молчал. 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 С одной стороны, он написал литературный эссе «Жизнь пчел». С другой стороны, трактат «Философский жизнь термитов». Внимание, вопрос. Через одну минуту вам нужно продекламировать самые известные слова из самого известного спектакля по самой известной пьесе этого драматурга. Мы длинные вереницы и пойдем за «Синей птицей». Пойдем за «Синей птицей». Почти наверняка. Ну, господа, давайте думаем, что это первая версия. Я буду думать. Ребята, я могу нахожусь на ферлинг по тому, что рассказали. Самая известная «Синяя птица». Давайте думайте еще, что у нас еще получал. Ипсон, ребят, Ипсон получал пример такой. Слова, да? Многогранные. С одной стороны, с другой стороны. Вот если название пьесы… Самый известный спектакль по самой известной пьесе. То есть, в принципе, мы знаем одну его пьесу. Если название искомой пьесы, что это связано с кристаллом, да? Грани вот много… Челый мор и термит. Это тоже какой-то… Какой-то кристалл, то может быть… А «Саламандры» с этими, это все не так, да? Нет, нет, нет. Там пьес никаких у него не было. Пьеса не умыла. Война с «Саламандрами» — это не пьеса. Это пьеса, это пьеса. Пьеса у него только, по-моему, тот самый. Давайте думать еще. «Одиннадцатый год». Давайте просто попробуем. «Эликсир Макрополус». Пьеса «Порже» с «Макрополус». Да. Кто отвечает? Господин ведущий, я бы хотел попросить об исключении и ответить командно. Хорошо. Три-четыре. Мы длинной вереницей пойдем за синей птицей. Но посмотрим, кому это удастся. Счет становится 6-2 в пользу знатоков. Команда «Олеся Мухина» обыгрывает 3-3 с отчетом 6-2 и становится лучшей командой зимней серии игр «Что, где, когда» 2003 года. Вот имена победителей. Елена Кислинкова. Петр Сухачев. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Левандовский. АПЛОДИСМЕНТЫ Илья Новиков. АПЛОДИСМЕНТЫ Инна Дройс. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И капитан команды «Олесь Мухин». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые телезрители, спасибо вам за игру. Пять тысячи, пять тысячи, пять тысячи. Внимание. Сейчас будет определён лучший игрок зимних игр «Что, где, когда». Напоминаю регламент. Ведущий предлагает свою кандидатуру. Если эту кандидатуру поддержит и хранитель традиций, и оба магистра, предложение считается принятым. Если же хотя бы один из вас будет против, лучшего игрока назовёт генеральный спонсор Михаил Сусов. Господа. Напоминаю, что в истории нашего клуба за последние три года ещё не было случая, когда все перечисленные мною лица единодушно были согласны в какой-либо кандидатуре. Да, господин Паташов? Вы знаете, господин Двинятин был выбран, когда вы с господином друзьём не участвовали в голосовании, участвовал только господин Борщевский и я. Вдвоём с господином Борщевским мы договаривались. Но вчетвером... Причём, если вы помните, тогда я не был за, но я сказал, господин Борщевский, вас не взяли в команду. Пусть ваше желание будет выполнено. Итак, господа. Сложное решение. Сложное решение, потому что сегодня была достаточно равная игра. Господин Друзь, для вас не сложное решение, вы уже решили, я так понимаю. Господин Друзь, хотите первым сегодня назвать? Это будет нарушением традиций, господин Друзь. Измените, пожалуйста. Итак, господа. Я считаю, что несмотря на то, что Инна Друзь дала сегодня лучший ответ в этой игре, а господин Мухин многие годы руководит этой командой, от которой всё время отпочковываются обладатели «Хрустальной совы». Всё-таки в этой серии я считаю лучшим Илью Новикова. Господин Новиков, вы со мной согласны? Нет, я со мной согласен. А кто на ваш взгляд? Я оставлю своё мнение к себе. Итак, господин Друзь, начнём с вас. Так ведь будет нарушением традиций, господин Друзь. Не правда, господин Друзь, в прошлый раз я с вас начинал, а так и было точно, я помню. Я точно помню, что так не было. Господин Друзь, прошу вас. Я полагаю, что лучшим игроком в этой команде и в зимней серии является Олесь Мухин. Господин Борщевский. Ну, теперь особого смысла меня спрашивать уже нет. Понимаете, я храню традиции. Я не виноват, что вы правильно выбираете лучшего игрока. Поэтому я традиционно соглашаюсь с вами. Но не потому, что я соглашаюсь с вами, а потому что, помимо всего прочего, Илья Новиков всё-таки как бы является моим студентом. Изборин Порошок. Вы знаете, я как раз поступлю нетрадиционно. Но я в последнее время с вами не соглашался. А сегодня соглашусь. А сегодня соглашусь. Итак, господин Друзь нам. Господин Друзь, скажите, пожалуйста, а нет в вашем решении такого, что... Нет, господин Друзь. Нету такого, да? Этого не было, да? Господин Друзь. Не было такого. Секундочку. Если вы помните, мои предыдущие версии по этой команде, они остаются всегда постоянно. Это господин Мухин. Господин Мухин. Итак, так как мы не сошлись, то и продолжилась наша очередная серия «Однажды лебедь, рак и щука», то лучшего игрока определит Михаил Сусов. Прошу вас, господин Сусов, вспомните, сколько нареканий было осенью. Да, действительно, очень сложный выбор. Даже такие бывалые игроки не могут остановиться на одной кандидатуре. И, наверное, мне тоже очень тяжело это сделать. Но за последний раунд один игрок еще более увеличил отрыв по мнению абонентов МТС. За Инну Друзь проголосовало более 40% всех абонентов МТС. Инна Друзь! Я не могу не согласиться с абонентом МТС. Внимание! Лучший микрофон зимней серии игр «Что, где, когда» признана Инна Друзь. Награда ждет вас! АПЛОДИСМЕНТЫ ГОСПОЖЕ ДРУСЬ ГОСПОЖЕ ДРУСЬ ГОСПОЖЕ ДРУСЬ от компании МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ ГОСПОЖЕ ДРУСЬ ГОСПОЖЕ ДРУСЬ ГОСПОЖЕ ДРУСЬ Стало третьим в семье друзей обладателем «Хрустальной совы». Напомню, Александр Друзь, четырехкратный обладатель «Хрустальной совы», Марина Друзь, обладатель «Хрустальной совы», и, наконец, Инна Друзь. Инна, поздравляю вас! АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рад, что абоненты МТС ценят такие вот звездные ответы, как было у вас сегодня. Напоминаю, что вы получаете право собрать команду знатоков на финал года. Уважаемые телезрители, я прощаюсь с вами на неделю. Встретимся 26 декабря на Первом канале. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok